Это как раз тот прогноз, в котором я был бы рад ошибиться, и я очень хочу ошибиться в своем прогнозе, чтобы этот прогноз мой не оправдался, чтобы все-таки финансовую помощь нам предоставили, потому что мы жизненно заинтересованы в этих деньгах, в сегодняшний день. Но мне подсказывает мой анализ, который я провожу постоянно, и он говорит о том, что, скорее всего, этой финансовой помощи не будет, или она будет выделяться какими-то экстренными траншами, вот как вот сейчас выделили 300 миллионов долларов, возможно, будет какие-то промежуточные решения, проголосуют в Конгрессе какой-то экстренный пакет помощи летом, если ситуация на фронте будет резко ухудшаться, это возможно, но это явно будут не те 60 миллиардов долларов, на которые мы рассчитывали, или даже 40 миллиардов долларов, то есть этих денег уже у нас точно не будет в 2024 году. То есть максимум, на что мы можем рассчитывать, это на экстренные пакеты помощи, типа вот таких вот, как по 200-300 миллионов, за счет каких-то остатков там вооружений. Либо там вот летом, если ситуация на фронте, не дай бог, как бы ухудшится, то там тогда может быть какое-то экстренное решение Конгресса, и, возможно, там выделят какой-то транш. Но, опять же, вероятность этого выше, чем предоставление всей помощи, но тоже вероятность достаточно низкая. Поэтому я бы, честно говоря, нашим политикам советовал бы свекаться с мыслью, что этих денег не будет в 2024 году, и, соответственно, исходя из этого, строить свою стратегию. То есть стратегию нужно выстраивать, исходя из того, что на эти деньги мы рассчитывать не будем. Это будет правильная стратегия уже в нынешних условиях. То есть при планировании эти деньги уже использовать нельзя. Если они придут, это будет как хороший бонус. Мы выходим из стратегiques плохого варианта. Да, но он уже является базовым. То есть если вдруг придут деньги, ну, значит, Аллиуя, это будет как дополнительный бонус для нашей экономики, для нашей армии. Если не придут, значит, то базовая стратегия не должна уже включать эти деньги. Негативный сценарий стал, наш негативный прогноз стал базовым сценарием. О, это ты хорошо высказал. Абсолютно верно. Дегативный сценарий стал базовым прогнозом.